МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр спорта Виталий Мутко посетил Рязань. Центробанк лишил лицензии про бизнес-банк. Рязанские вкладчики пытаются забрать свои деньги. Задержали за взятку. Замминистра сельского хозяйства Рязанской области Геннадий Ноздрин подозревается в получении взятки. Ну, а теперь об этих и других событиях более подробно. Вчера днем в федеральных средствах массовой информации стали появляться сообщения о выявлении заболевания туберкулезом, причем в открытой форме у нянечки детского сада Светлячок в селе Ижевском Спасского района. Рязанский Минздрав подтвердил факт выявления туберкулеза у сотрудницы детсада и начал проверку совместно с представителями Роспотребнадзора. Сейчас, как сообщают специалисты, ситуация находится под контролем. По данному факту было своевременно организовано проведение необходимых противоэпидемических профилактических мероприятий. В данном учреждении мероприятия организованы были совместно с сотрудниками Министерства здравоохранения Рязанской области. И на сегодняшний момент можно с уверенностью сказать, что угрозы распространения заболеваний туберкулезом в данном учреждении нет. По сообщениям федерального издания Life News, нянечка Аганина из детсада Светлячок в Ижевском успела заразить туберкулезом как минимум 11 детей. По материалам публикации рязанские исследователи начали доследственную проверку. В ответ на это сообщение нами неизмедлительно были приняты меры реагирования, а именно был осуществлен выезд по указанному адресу в составе следственной оперативной группы. По приезду на место нами были осуществлены все неотложные следственные мероприятия, в ходе которых было установлено, что факт заражения детей в дошкольном учреждении не подтвердился. В настоящее время все дети посещают детские сады, никто из них не находится на больничном. В настоящий момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по факту дачи и получения взятки. Фигурантом дела является региональный заместитель министра сельского хозяйства Геннадий Ноздрин. А главу Шаадского района Виктора Молоткова наказали по партийной линии после того, как он был остановлен дорожными полицейскими за пьяную езду. Сегодня на сайте Рязанской «Единой России» появилось сообщение о том, что решением президиума регионального политического совета партии приостановлены полномочия секретаря Шаадского отделения Виктора Молоткова. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Геннадий Ноздрина подозревают в получении крупной взятки. Как полагает следствие, в 2015 году Ноздрин, используя свое служебное положение, за денежные вознаграждения в сумме более 500 тысяч рублей помог в принятии Министерством положительного решения по предоставлению субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям. В отношении Ноздрина возбуждены сразу два уголовных дела за получение взятки. Вторым фигурантом уголовного дела стал один из депутатов местного самоуправления, который является руководителем одной из коммерческих организаций области. Именно он отсчитал чиновнику полмиллиона рублей. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. В настоящее время проводится следственное действие, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Еще один любитель незаконно пополнить свой карман оштрафован по решению суда. Экс-главврач Кадамской ЦРБ Александр Куприянов самолично выплатил себе более 75 тысяч рублей надбавок. И хотя он имел право назначить их себе лишь по приказу Минздрава региона, это не помешало доктору Куприянову самому решить, самому подписать приказ и самому получить деньги. В общем, самостоятельный человек теперь отдаст из своего кармана штраф в размере 100 тысяч рублей. По всей видимости, не самое страшное наказание для такого грамотного управленца. А это позор Шацкого района. Глава Виктор Кузьмич Молотков, заслуженный секретарь партии власти. Мужчину уже не в первый раз задержали заезду в нетрезвом виде. Типичная картина для маленького городка провинциальной Рязанской области. Пьяный Молотков пытался объяснить сотрудникам ГИБДД, почему сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не взял с собой документы на машину и водительские права. А затем грозился вызвать опергруппу. Удивительно, но это видео вызвало настоящий резонанс у руководства партии. Хотя глава района и пытался откреститься от своей вины, вызвав отчасти юридически подкованного товарища, ему это не удалось. Региональный совет «Единой России» принял решение приостановить полномочия чиновников партии, а затем и вовсе отобрал партбилет. На том и разошлись. Даже выводы никакие делать не хочется, а грустно лишь, что в регионе руководят вот такие люди. Сегодня стало известно об отзыве лицензий у «Про-бизнес-банка». Ранее эксперты сообщали, что Центральный банк России ввел в «Про-бизнес-банк» временную администрацию для проверки финансового положения. Сейчас у рязанских офисов кредитной организации выстраиваются в очереди пострадавшие вкладчики. В сообщении Центробанка отмечается, что «Про-бизнес-банк» проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате кредитной организации полностью утратила собственные средства. А руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации. При таких обстоятельствах ЦБ исполнила обязанность по отзыву у банка лицензии на осуществление банковских операций, комментируют представители госрегулятора. По величине активов, согласно данным Центробанка, «Про-бизнес-банк» занимал на 1 августа 2015 года 51 место в банковской системе России. Надо сказать, что он являлся участником системы страхования вкладов. Однако сейчас к рязанским офисам этого кредитного учреждения выстраиваются очереди из бывших клиентов. В этой стране никому, никакому банку и даже себе уже верить нельзя. Все, что я могу сказать. Вы вкладывали деньги? Я и предприниматель, и вкладчик. Сейчас до руководства «Про-бизнес-банка» дозвониться не удается. При этом все рязанские офисы закрыты. Пострадавшие вкладчики могут получить информацию на сайте агентства по страхованию вкладов. А тем временем продолжаются проверки организации пригородных перевозок. Дорожные полицейские вместе с чиновниками городского транспортного управления проводят рейды и выявляют неисправные пассажирские автобусы. Напомним, что такие усиленные проверки пригородных пассажирских автобусов начались после трагического случая в Хабаровском крае, когда 5 августа на трассе Хабаровск-Комсомольск-Намури произошло лобовое ДТП двух рейсовых автобусов. В результате тогда погибли 15 человек. А сегодня инспекция провела проверку на Преокском вокзале, что в торговом городке. Сотрудники полиции продолжают проводить плановые проверки и рейды. Так, например, сегодня они в ходе профилактического мероприятия автобус выявляли недобросовестных водителей рейсовых пассажирских автобусов и маршрутных такси. Сегодня на территории города Рязани сотрудниками госавтоинспекции совместно с сотрудниками госавтодорнодзора проводится плановое профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на выявление нарушений водителями маршрутных транспортных средств. Сотрудникам госавтоинспекции проверяется необходимая документация. Данное мероприятие проводилось вместе с сотрудниками роботодорнодзора, которые проверяли маршрутки автобуса на наличие предметов первой медицинской помощи, а также необходимой документации, разрешающей управлять пассажирским транспортом. В результате этих рейдов мы проверяем безопасность движения, о том, чтобы водители имели путевой лист, и в данном путевом листе была отметка о том, что они прошли предрейсовый медицинский осмотр. В машине проведен ежедневный технический осмотр. Одним из самых грубых нарушений, совершаемых водителями автобусов и маршруток, является выезд на линию с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Сотрудники полиции уверены, что с помощью этих рейдов количество нарушителей уменьшится. По следам другой трагедии только уже в небе. В минувшие выходные в Московской области произошло столкновение гидросамолета «Цесна» и вертолета «Робинсон». Они затонули в 500 метрах от берега в Истринском водохранилище. По данным Следственного комитета, число погибших составило 9 человек, среди них двое несовершеннолетних. По данным Росавиации, самолет «Цесна» не имел сертификата летной годности, а управлявший им летчик не получал свидетельства пилота гражданской авиации. Сегодня мы постарались узнать, как обстоит ситуация с легкомоторной авиацией в Рязанском регионе. Представители Росавиации в связи с катастрофой Подмосковья, где столкнулись вертолет «Робинсон» и гидросамолет «Цесна», заявили, что Федерация любителей авиации России незаконно выдавала свидетельство пилотам-любителям. Помощник областного транспортного прокурора Евгений Баканов рассказал, как обстоят дела с гражданской авиацией в регионе. На территории Рязанского транспортного региона коммерческая авиация отсутствует. В Министерстве зарегистрировано 14 посадочных площадок, откуда осуществляет взлет и посадка воздушных суда гражданской авиации. В соответствии с федеральными правилами для проведения полетов необходимо пользователю воздушного пространства осуществить заявку Московский зональный центр Единого системы организации воздушного движения Российской Федерации, где они получают соответствующее разрешение. За прошлый год работы транспортной авиации произошло две аварии. В 2014 году в Шацком районе при взлете воздушное судно столкнулось с автомобилем. В июне того же года в Кораблинском районе при посадке самолет Бекаса зацепил высоковольтные линии электропередач. Пилоты в обоих случаях не пострадали. Еще хочу обратиться к жителям нашего города и Рязанской области, что если вы стали свидетелем каких-либо правонарушений со стороны пользователей воздушного пространства, просим обращаться в Рязанскую транспортную прокуратуру, расположенную по адресу город Рязань, улицу вокзальная, дом 28, а также в органы внутренних дел. Вчера в Дашковой песочне открылась академия тенниса. Этому современному спортивному комплексу присвоено имя прославленного телекомментатора мастера спорта СССР по большому теннису Николая Николаевича Озерова. На торжественную церемонию прибыли известные теннисисты и министр спорта Виталий Мутко. Открытие академии тенниса в Рязани стало громким и значимым событием для спортивного сообщества города и области. Почетными гостями торжества стали министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, губернатор Олег Ковалев, президент Всероссийской Федерации тенниса Шамиль Торпещев и заслуженный мастер спорта. Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде, призер Олимпийских игр Динара Сафина. Я хотел бы выразить такое большое удовлетворение, что нам удается открыть сегодня еще один спортивный объект на Рязанской земле. Семь лет назад мы с Олегом Ивановичем подписали соглашение о развитии технической культуры спорта в Рязанщине. И вот за эти годы построили совместно около 30 спортивных сооружений. Академия тенниса включает в себя 12 открытых кортов, в том числе центральный корт с трибунами на 500 зрительских мест с навесами, 6 крытых кортов с трибунами на 432 места, спортивный зал, раздевалки, мини-футбольное поле, теннисную стенку, гостиницу для размещения спортсменов, столовую и кафе, а также музей Николая Озерова. Открытие этого центра ждали очень многие наши жители. Мы многие активно участвовали в выборе его наименования, что очень важно, потому что были разные предложения, но я счастлив, что победило предложение ознаменовать, назвать теннисный центр именем нашего великого земляка Николая Николаевича Озерова. В этом году планируется организация спортивной подготовки для четырех групп на 30 мест, а в 2016 году количество групп увеличится до 12, и уже 100 человек смогут обучаться теннису на профессиональной основе. Шамиль Торпищев заявил, что Рязанская академия тенниса в будущем может стать местом проведения матча Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Посещать академию смогут не только спортсмены, но и все желающие. В России планируется открыть еще 12 подобных центров. Далее Виталий Мутко посетил спорткомплекс Олимпийский. Там министр спорта провел рабочую встречу с тренерами, спортсменами и общественностью. Обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры региона. Министр спорта Виталий Мутко в ходе визита в региональный центр провел несколько рабочих встреч. В первую очередь он пообщался с коллективом женского футбольного клуба «Рязань ВДВ» и ответил на волнующие команду вопросы. В первую очередь спортсменки пожаловались на устаревшее покрытие поля на стадионе «Спартак». Мутко пообещал максимально быстро перестелить искусственный газон. Также чиновник заверил, что исправит ситуацию с отсутствием освещения в СМИ федеральных и местных матчей. Мы строим манежи, вот уже шестой манеж. Сейчас у нас на повестке манеж в Тамбове, мы заканчиваем футбольный. И начали в Перми. Вот два манежа. Сейчас вот с Олегом Ивановичем договорили, что следующее начнем делать здесь, уже в Рязани. Два клуба, женский и мужской, которые нужно развивать. Виталий Мутко уточнил, что строительство крытого футбольного манежа в областном центре планируется начать в 2016 году. Далее министр провел совещание по вопросам развития футбола. Участие в заседании приняли президент Межрегиональной общественной ассоциации Черноземья Рудольф Хадеев и руководители клубов профессиональной футбольной лиги из 13 регионов ЦФО. Выступая перед собравшимися, Виталий Мутко определил первоочередные задачи, связанные с развитием футбола. В их числе создание стройной системы управления данным видом спорта, а также привлечение в сферу футбола рыночных партнеров, что позволит решить вопрос финансирования клубов в регионах. Ну а в рамках встречи с представителями спортивной общественности Рязани министр заявил о необходимости грамотной градостроительной политики в целях развития массового спорта. В Рязани необходимо развивать зоны рекреации для занятий спортом, и эту задачу министр назвал одной из первоочередных. Чем больше у вас будет в регионе спортивно-массовых соревнований, тем будет лучше. Большим скажу, что большинство регионов на это не обращают внимания. Правительство приняло решение, мы со следующего года навяжем, в том числе и Рязанской области регионов, мы дадим, спустим перечень, минимальный перечень спортивно-массовых мероприятий, которые каждый регион должен будет проводить в течение года. И тогда Олег Иванович, нравится или не нравится, вынужден будет на это тратить деньги. Также на встрече были озвучены вопросы, связанные с развитием спорта высших достижений. По словам министра, в регионах и в стране в целом необходимо формировать новую систему селекции и отбора талантливых ребят. Для этого нужно как решать кадровую проблему, так и создавать специализированные центры. Планы по созданию последних в регионе уже есть. Так, по словам губернатора Олега Ковалева, в регионе должны появиться центры футбола, спортивных единоборств, художественной гимнастики и легкой атлетики. После встречи со спортивной общественностью министр спорта посетил построенную в Секиотово гоночную трассу. На этой неделе с рабочим визитом в Рязань прибыл министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко. Виталий Леонтьевич вместе с губернатором области Олегом Ковалевым посетили автоспортивный комплекс «Атрон». В его состав входят три трассы для картинга, для ралли-кросса и для дрифтинга. Олег Ковалев отметил, что это спортивное сооружение, построенное по принципу частного государственного партнерства, при поддержке правительства региона должно заниматься развитием автомобильного спорта, работать с детьми. И подчеркнул, что это уже не бизнес-проект, а социальный проект. Также высокие гости обсудили возможности государственного участия в софинансировании детско-юношеской школы или академии картинга, которую планируется открыть на этом автоспортивном комплексе. В ходе визита министр спорта пообещал загрузить работу и данный автоспортивный комплекс. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Далее в эфире программа подробностей, где гостем в студии станет председатель Рязанского обл. избиркома Галина Муравьева. И речь в беседе пойдет об избирательной компании. Мы желаем вам приятного вечера, поздравляем с праздником Днем молодежи и ждем вас в завтрашнем эфире программы «Время говорить». До свидания. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова